Недалеко от Каменца Подольского есть залив, полный очарования и тихого величия – Баката. Кто-то воспримет его как мистический уголок силы, кто-то – как святое место, где можно отрешиться от мира и побыть наедине со своими мыслями. Баката – некогда столица целого края, место расположения одного из древнейших мужских монастырей Украины. Позже – трагедия тысяч людей, а ныне – место, где телом и душой ощущаешь спокойствие. В Бакате уникальный микроклимат, потому что скалы и леса защищают побережье Днестра от северных воздушных потоков. Поэтому в метеорологе местный климат сравнивают с Ялтинским. Живописная природа и теплая погода привлекают туристов с палатками, начиная с апреля. Что касается происхождения названия, то существуют две основные версии. Первая связывает ее с румынским словом «боката», что переводится как «кусок-часть». Вторая – значительно красивее. Версия говорит о том, что в переводе с древнерусского языка название означает «желаемое прекрасное место». Баката расположена на юге Хмельницкой области, в 55 километрах от знаменитого Каменца Подольского. До 1981 года здесь находилось село, которое и дало название территории, но теперь на его месте разлился величественный залив, образованный водами Днестра. Впервые Баката упоминается в летописи 1024 года, хотя раскопки свидетельствуют о том, что на этой территории были поселения язычников и значительно раньше. Уже в первой половине XIII века Баката становится большим городом и важнейшим центром Понизовья, которое входило в состав Галецко-Волынского княжества. Стремительный расцвет заканчивается таким же спадом после того, как в 1255 году городом на целый век завладели монголо-татары. Позже территория переходит под власть Литвы, в частности, братьям Кориатовичам, которые восстанавливают разрушенный татарами Бакатский замок, они же приложились к развитию замка Палана, Каменец Подольского и других крепостей. В 1431 году территория вокруг Бакаты признается нейтральной пограничной зоной между Польшей и Литвой, что приводит к восстанию жителей. Они выгнали местных феодалов и провозгласили независимость. Но через несколько лет польские войска жестоко подавили восстание, разрушили замок, а город навсегда утратил свое значение как важный административный центр. В каждой столице есть большой храм. В Бакате этим храмом был Бакатский Михайловский пещерный монастырь, возникший в XII-XIII столетии на Белой горе. Считается, что основателем монастыря был старец Антоний, тот самый, который основал Киево-Печерскую лавру. Когда-то на месте монастыря стояло родноверческое капище, самые старые археологические находки, в котором датируют вторым тысячелетиям до нашей эры. До наших дней дошли некоторые языческие артефакты – стопа человека, вбитая в камни, каменные идолы и жертвники. Монастырь находится на высоте около 70 метров. На средней террасе склона Белой горы, возвышающейся над Днестром на 130 метров. Первые упоминания о монастыре относятся к 1362 году, когда литовцы прибыли в Бакату и увидели монахов в скальных пещерах. В XV веке Баката оказалась на границе двух государств – Польши и Литвы. Одна из первых ячеек христианства в этом крае вынуждена была прекратить свое существование из-за агрессивного поведения католиков. В 1620 году случилось землетрясение, которое засыпало монастырь землей. Много лет спустя на месте монастырских пещер строится церковь, которая на протяжении XX века несколько раз поддавалась трансформациям. В зависимости от режима в ней проводились или не проводились службы. С 1918 до 1944 года тропой, ведущей сейчас к церкви, пользовались только пограничники. Тогда Баката располагалась на границе с Румынией. Сегодня церковь функционирует свободно. В ней нет священника, нет конфессиального распределения, рядом друг с другом стоят православные греко-католические иконы и икона Бога Отца. Раз в год на Маковее 14 августа здесь проходит богослужение. Когда-то именно в этот день осветили возрожденный храм в древней обители. Бакату еще называют Украинской Атлантидой. Она исчезла с лица земли по воле людей, когда строили Днестровскую ГЭС. Жителей принудительно переселили в другие места, а их родное село полностью затопило водой. Обязательным условием переселения было то, что всех обязывали собственными руками разрушить свою хату и вырубить деревья в саду. Водохранилище поглотило не только Бакату, но и десятки других сел. Под его покровом исчезли плодородные земли. Сейчас это водохранилище длиной в 200 километров. Заводжи простирается на 1590 гектар. На месте деревни теперь течет Днестр. Это территория национального природного парка Подольской Топтры. Если нет опыта в самостоятельных пешеходных экспедициях, самый безопасный вариант – ехать на автомобиле, направляясь по шоссе Каменец-Подольский-Старая Ушица. Если нет собственной машины, в Каменце-Подольском можно заказать экскурсионный трансфер или арендовать трейлер. Для любителей экстрима и самостоятельных путешествий есть вариант сесть на маршрутку из Каменец-Подольского до Старой Ушицы. Автобусом до села ехать около часа, после чего нужно преодолеть еще 2-3 километра полевой и скалистой дорогой. Также до Бакоты можно добраться на катере или туристическом пароме по реке Днестр. В Бакоте инфраструктура только начинает развиваться и ближайший магазин в двух километрах от озера. Поэтому перед поездкой стоит пополнить аптечку, а также запастись продовольствием, теплой одеждой и средством от комаров. Зато в озере можно поймать множество рыбы. Здесь также протекают три источника, в которых можно набрать чистой воды.